В Магнитогорске продолжается голосование за общественное место, которое будет благоустроено по федеральной программе «Комфортная городская среда». Напомним, выбрать территорию предстоит самим жителям. Сейчас отобраны пять главных претендентов и в ближайшее время начнутся выборы. Среди кандидатов оказался и сквер ветеранов «Магнитки». Что там планируется сделать, расскажет Павел Берсенев. Образцом благоустройства сквер ветеранов «Магнитки» сейчас назвать едва ли удастся. Работы по содержанию, конечно, ведутся, однако совсем минимальные. Это видно и по кадрам. Дорожки утопают в снегу, на ступенях наледь, да и на самой территории не души. Между тем, площадь этого сквера около 36 гектаров. Это даже больше, чем парк у Вечного огня. Соответственно, и средств на его восстановление нужно немало. По линии МБУ ДСУ города Магнитогорска, по линии управления капитального строительства работы запланированы текущего содержания. Это, опять же, повторюсь, снос аварийных деревьев. Возможно, на следующий год рассмотрим и обрезку. Но разово, так вот, чтобы реконструировать за год, ну, соответственно, это требует больших вложений финансовых. И одним из путей решения – это комфортная городская среда. Сейчас уже разработан дизайн-проект территории сквера ветеранов «Магнитки». Ознакомиться с ней подробнее могут все горожане, зайдя в раздел «Формирование комфортной городской среды» на сайте администрации города. Концепция предполагает, что сквер будет разделен на шесть зон. Тихого отдыха, активного отдыха, так называемые регулярные детские парки, спортивно-оздоровительные и административно-хозяйственные зоны. Отметим, что большая часть территории будет отведена под прогулки. Сквер ветеранов, чтобы люди могли спокойно гулять, наслаждаться временем, сделали упор именно на пешеходную прогулочную зону. Также на восстановление сделали упор, восстановление именно пешеходных дорожек, разработку новых пешеходных дорожек, чтобы, скажем так, можно было комфортно проводить время. Особое внимание авторы концепции уделяют озеленению. Нужно максимально сохранить насаждение, так как площадь должна составить 25 гектаров, то есть 70% всей территории. Воплотиться ли задуманное в жизнь, решать самим горожанам. В декабре начнутся выборы общественной территории, которую можно будет обустраивать. Отдать свой голос можно будет на сайте городской администрации в разделе «Активный житель 74». Кроме того, урны для голосования будут установлены во всех районных администрациях.